Вам понравилась моя реакция на жизнь с Бодливой, именно поэтому я решил записать еще одно видео. Оно совсем новое и называется «Я встречаюсь с парнем из-за оценок». Я думаю, это стандартная история. Не забывай, что Инстаграм у меня есть в описании ролика, там первые три ссылочки. Переходи и подписывайся, принимаю все заявки. Привет, меня зовут Марина, и эта история случилась со мной в прошлом году. Тогда я училась в 10 классе. Ой, ну началась, началась. Мне нравится ходить в школу, ведь там все мои друзья. Времени на учебу у меня особо нет. Надо держать марку популярной девчули. А значит, приходится... Слушайте, по-моему, она не похожа на суперпопулярную девчонку, похожа на какую-то местную задиру. Постоянно обсуждать с подругами лохушек из параллельного класса. Отшивать уродских парней, тусоваться после школы, ну и в тиктоке иногда залипать. А-а-а, это тот мем. Можно я подси... дикток. Ну чисто, чтобы поугарать, какие они там все дебилоиды. В общем, школу я люблю. Но когда начинаются уроки, хоть вешайся. И эти учителя со своими... Капец у нее сисья... Гру... грудь, грудь, грудь. Домашками достали. Ну чему меня могут научить люди, которые до сих пор носят прически с начесом и костюмы с подплечниками? Ну не стильно же, ну! И вот... Ха-ха-ха! Блин, у нее так грудь трясется! Вот так мы победили печенегов! А потом и половцев! И никогда с нашей земли живым никто не уйдет! Да кому это может быть интересно? Это когда было вообще? Да блин, в мире куча более важных и актуальных вещей. Да, тебе не кажется, что Даша накрасилась как шлюха? Ну я бы на ее месте тоже постаралась фиксировать внимание окружающих на лице. Но если забыть об уроках, в школе было довольно кайфово, пока учителя не решили испортить мне жизнь. В смысле? Что? Ты, конечно, у нас умница, красавица, но есть высокая вероятность... Я не пойму, кто это? Парень? В смысле, мужчина или женщина? Я не понимаю, кто это? Ну что ты за... Похож на бабушку, но, блин, у нее лицо мужское. Ты закончишь этот год с двумя двойками. Получается, не закончишь. И это за месяц до каникул? Вы могли хоть немного заранее об этом сказать? Марина, с такими оценками ты можешь остаться на второй год. Марина, с такими... Чего она лежит? С такими оценками ты можешь остаться на второй год. Марина, с такими оценками ты можешь остаться на второй год. М-м-м. О-о-о-о! В-о-о! М-м-м! Хорошо. Оставаться на второй год отстой. К тому же, в девятом классе учатся одни лохушки и ботанки. Им уже по пятнадцать. В девятом? Тотнадцать, а у них в классе до сих пор никто не залетел. О чём с ними можно разговаривать вообще? Короче, оставаться на второй год вообще не вариант. Но заморачиваться на учёбу я тоже не собираюсь, это для чмошниц. И-уть. Ребята, кто чмошник, пожалуйста, плюс в комментариях. Тогда у меня родился план, который точно должен сработать. У нас в классе есть отличник, его зовут Миша. Он постоянно читает какие-то зануды. Вот оно что! Не книги, а еще у него очень много прыщей. Я даже не знаю, чего больше. Отстойных книг, которые он прочитал, или прыщей. Ясно, Ведьмак, отстойная книга, я вас понял. Я не читал, конечно, но я уверен, что это не отстойная книга. Его лицо. Не, ну я смотрел, я играл в игру, я смотрел сериал, пытался посмотреть сериал. В принципе, я не думаю, что это плохое. Наверное, одинаково. Наверное, каждый раз, когда он дочитывает новую книгу, у него появляется новый прыщ. Прекрасно! Это того стоило! В общем, я решил к нему подкатить. Конечно, он мне не нравится. Это только для того, чтобы он делал за меня домашку и давал списывать на контрольных. И тогда меня не оставят на второй год. Надеюсь, среди моих зрителей таких парней нет. Кого используют дамы для того, чтобы у них были хорошие оценки. Надеюсь, что и дам таких тоже нет. А после этого я сразу с ним расстанусь. План идеальный. Он не должен ничего заподозрить. Это Юлик? Он похож на Юлика. А это точно не только для того, чтобы я делал за тебя домашку и давал списывать на контрольных. И тогда тебя не оставят на второй год. А после этого ты сразу со мной расстанешься. Блин, мне его свитер нравится. Он такой прям шерстяной максимально. Нет, с чего ты вообще взял? Ну, ты никогда со мной не разговаривала и не здоровалась. А вдруг он будет красавчиком? И у нас разные интересы. А еще я прыщавый. И хоть мама и говорит, что я ее самый красивый медвежонок, мне все-таки кажется, что это не привлекает. У меня она бесит почему-то. Ну, типа, вот, не знаю, своими репликами, своими сессиандрами. Она просто меня почему-то бесит, не знаю. Поймем, получится ли у нас. Своим поведением. Только тогда я позволю твоему Бобо встретиться с моей Пипи. Я девушка скромная. О, боже, меня сейчас так прям в дрожь бросило. Там, понимаешь, скромная. Ты же постоянно за гаражами разрешаешь парням. Гаражи теперь в прошлом. Теперь только... What? Подожди, какой это девятый класс? Это девятый класс. Ты. Мы начали встречаться с Мишей. Он делал за меня уроки, я списывал у него на контрольных. Мои оценки начали улучшаться. Естественно, наши отношения были тайными. Если в классе узнают, что я встречаюсь с Мишей, все будут считать меня лохушкой. Миша сказал, что хочу сохранить отношения в тайне, потому что наша любовь принадлежит только нам двоим. И я не хочу, чтобы у нас появились завистники. Ну, слушайте, по-моему, по-моему, это заблуждение. Даже если бы другие узнали о том, что вы встречаетесь, ну и что теперь? Я не думаю, что тебя будут называть лохушкой, из-за того, что ты встречаешься с парнем, у которого переходный возраст, ну, застрял на как минимум года три. Естественно, он мне поверил. Я, конечно, умный человек. И понимаю, если в классе узнают, что Марина встречается со мной, ее все будут считать лохушкой. Но до Марины я думал, как бы подкатить к нашей... Это, это, это похоже на беременна в 16. Блиотекарша, так что сейчас все в любом случае гораздо лучше. Иногда после контрольной она разрешает потрогать ее спину. О, боже. А, ну раз спину, то, блин, я думаю, ее надо хватать. Все было просто идеально. Пока в один день мой план не рухнул. Мы с Мишей, как обычно, зависали в библиотеке. Там я разрешала потрогать ему мою спину. Это самое безопасное место в школе. Туда ни разу никто не заходил. И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Это были девчонки из нашего класса. Что вы тут забыли? Это же... Та, которая красится как лохушка? Блин, библиотека. Вы что, решили взяться за учебу? Да нет, просто тут обычно нет никого. И можно ягой закинуться беспалево. Блин, я ягуар. Никогда не пил. Чтоб вы знали, я никогда не пил его. А тебя тут трогает этот прыщавый ботан, которого я бы и на три метра к себе не подпустила. Без обид. Понимаю. Даша, а пойдем-ка всем расскажем, что наша Марина встречается с этим контуженным. А то всем уже надоело обсуждать, что ты красишься как ш... Что за дуры вообще? Шлюха. Так я стараюсь акцентировать внимание окружающих на лице. Но лучше от этого не становится, Даша. Не становится. Это был провал. С этого дня моя кайфовая жизнь в школе закончилась. Теперь все надо мной смеялись. Мишу все считали чмошником, а я стала бабой чмошника. Ну, я думаю, это опять же накрутка. Ну, блин, я не думаю, что это что-то имеет общего с реальной жизнью. Ну, я правда, я не верю в такие истории. Вот, девушки, напишите в комментариях, кто-нибудь из вас встречался, ну, типа, самым умным мальчиком, типа, который похож, который не самый красивый, ну, типа, самый умный в классе, допустим, или в школе даже. И кто-то вас считал, типа, лохушкой? Ну, я думаю, это маловероятно. Зачем я вообще начала с ним встречаться? Это худшее, что могло случиться. Это бред, это бред. Я ведь могла просто не закончить школу и всю оставшуюся жизнь провести на трассе среди дальнобойщиков, чтобы зарабатывать на еду. Да, я могла вот так легко отделаться. Но теперь я баба чмошника. Легко отделаться. А, ну, теперь-то у тебя все хуже в жизни. И от этого... Ты баба чмошника. Уже не отмыться никогда. Теперь моя жизнь похожа на ад. Я сижу с Мишей, потому что больше никто не хочет со мной делить парту. К тому же он теперь учится за нас двоих. А значит, гораздо больше читает. А значит, прыщей теперь так много, что теперь даже нельзя... Но, но, если, окей, если мы представим, что у этой истории вообще своя отдельная вселенная, где только так и будет, окей, это ужасно. Ну, блин. Ну, потому что это нереалистично, поэтому это ужасно в этом случае. Надо сказать, что у него прыщи. Скорее, у него кое-где есть здоровая кожа. Весь класс угорает с нас. Не переживай. Я уверен, что эта история не закончится хэппи-эндом. Какая разница, что думают эти дебилы. Ведь у нас настоящая любовь. Ну, хватит. Он сам по себе противный еще, кстати. Бит, так, народ. Неужели я должна вам объяснять, что нифига я с этим глистом навозным не встречаюсь? Навозных глистов не бывает. Думаю, ты имела в виду навозного червя. Вот именно, умник ты, лупоглазый. Я просто хотела, чтобы ты сдал за меня экзамены. Только поэтому я разрешила тебе думать, что мы пара. Да ты же страшный, блядь, как сон любой девочки. И передай своей маме, что ты даже близко не самый красивый медвежонок. Ты из тех медвежат, которых даже ктить. О, это бы жестоко. Это жестоко. Ти не подпускают, чтобы не мучился. Я догадывался, конечно, что характер твоих чувств скорее корыстный, нежели искренний. Но все равно обидно как-то. Ну ты тварь, Марина. А, ее и так все-таки тварью посчитали, даже после признания. Ну, в принципе, вот это была точно ошибка. Да, это как-то совсем по-скотски. Ботаны, конечно, не то чтобы прям люди, но у них тоже есть чувства. Не переживай, хочешь, я буду с тобой встречаться? К тому же скоро... Смотрите, как история перевернулась вообще в другое русло. Погодовая контрольная, а мне не у кого списывать. Тебя причесать, умыть хорошей корейской косметикой и будешь даже как будто норм. Спасибо, конечно, Даша, но я это и без тебя знаю. О, боже, у меня... Просто в дрожь, у меня мурашки по лицу пошли. А у тебя как бы с титькой проблемы? Она обязательно вырастет. Так она и растет. А чем вторая занимается, вообще непонятно. Да и красишься ты в последнее время вызывающе. Почему все здесь друг друга обсирают? Почему это нормой считается? Вот ты же скот! В общем, это был окончательный провал. Теперь все начали общаться с Мишей, потому что всем было его жаль. А я поняла, что сильно ошибалась. Я сильно ошибалась, когда говорила, что нет ничего хуже, чем быть бабой-чмошника. Гораздо хуже быть бывшей бабой-чмошника и бессердечной сукой. К тому же из-за... Ну, хотя бы выводы в этой истории правильные. Ну смотри, у тебя опять двойки пошли. В течение с Мишей мои оценки снова ухудшились. И меня все-таки оставили на вторую... Блин, это очень жестоко. Юлик, за что? Ой, год. Да и пофиг вообще. Все равно в моем классе теперь никто со мной не общается. И девятиклассники теперь не самый плохой вариант. К тому же по школе прошел слух, что двое из них залетели. И даже, возможно, от физрука. Так что не такие уж они и лохушки. Будет оч... О чем поговорить? Подписывайтесь на канал авторов сцен... Блин, это очень жестоко, ребят. Ребят, за что вы меня заставляете посмотреть? Это очень жестоко. Огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что вы посмотрели это видео со мной. Это было очень даже неплохо. Мы посмеялись. Подписывайся на мой канал. И не забывай, что у меня есть инстаграм, куда я выкладываю свои фотографии. И вообще всю важную инфу. Поэтому подписывайся. Ссылка есть в описании. Там она одна. Огромное спасибо. Проверка. Продолжение следует...